Здравствуйте! На телеканале АРИС программа «Территория спорта». Меня зовут Нелли Дашкина. Здесь мы говорим и показываем спортивную жизнь города. Территория для тех, кто любит не только смотреть, но и заниматься спортом. Спортивные итоги марта. Закрытие зимнего сезона. Традиционный турнир имени Антиняна, единоборство и другие события. Пришли, победили, поплакали. Кумертауский хип-хоп покорил столицу. Интервью с наставником Региной Багаудиновой. Сжигаем калории, напрягаем мышцы, поправляем здоровье. Мастер-класс по скандинавской ходьбе от Владимира Казакова. Первый весенний месяц уже позади. И прямо сейчас предлагаю кратко пройтись по тем событиям, которыми он отметился. Отделения зимних видов спорта детско-юношеской спортивной школы закрыли зимний сезон лыжными гонками, в которых на старт вышли 75 юношей и девушек. Соревнования проводились на дистанциях 2, 4, 10, 14 и 20 километров. В своих возрастных категориях и на соответствующих дистанциях победы праздновали Тарас Медведев, Фралина Псянчина, Артур Абдрашитов, Катя Васильева, Амаль Латыпов, Аделина Бойнова, Саша Мамин, Дарья Васильева и Иван Федоров. Чуть ранее эстафетной гонкой закрывали лыжный сезон школьники. У девушек победу праздновали лыжницы школы номер 6, у юношей спортсмены третьей школы. В общей командном зачете Кубок Города завоевала команда школы номер 3 и второе место у команды школы номер 6, замкнула тройку лидеров гимназии номер 1. В этом году следуя традиции и отдавая дань памяти мастеру спорта Сержику Антиняну в Кумертау на всероссийский турнир по дзюдо собрались лучшие спортсмены со всех уголков республики и Оренбургской области. 156 участников разыгрывали медали и призы в 10 весовых категориях. Уровень соревнований в этот год, 16-14 год, он сейчас уже самый ходовой. Начинается, они уже борются и на первенстве перевозки федерального округа, и уже и на Россию отбирается юношеский, поэтому здесь уровень довольно-таки высокий. Воспитания Кумертауской школы дзюдо добились неплохих результатов. Бронзовые награды достались Руслану Валееву, Михаилу Гурко, Дмитрию Толкушенкову, Тимуру Яматову, Яну Кошкину, Данилу Булдырскому и Тимуру Зинатулину. Данил Ульянкин и Глеб Афанасьев стали серебряными призерами. Единственным, кто занял первое место, стал Денис Шахметов. Победить помог настрой, говорит он. В нескольких схватках Денис стойко выдержал болевые приемы и получил отдельную награду за волю к победе. По правилам соревнований за подготовку спортсмена награду получает и наставник. С пятилетнего возраста Дениса тренирует Инна Ульянова. Я затратила на это 8 лет. Сначала мы учились с ним падать, кувыркаться, первые шаги, так сказать, делали. И это невозможно так сразу прийти в дзюдо и сразу стать чемпионом. Нужно очень много затратить и спортсмену самому, и тренеру, и заинтересовать ребенка пятилетнего, чтобы ему стало интересно. И удержать его, чтобы он не бросил в процессе вот этих вот долгих 8 лет. И чтобы он тренировки не пропускал. В общем, очень тяжело воспитать спортсмена такого уровня. Над ошибками остальных спортсменов будем работать, говорит преподаватель. Мы выставили большую команду, потому что турнир проводим у себя. Есть замечательная возможность выступить дома, не выезжая никуда, не затрачивая никаких средств. И в то же время побороться с другими школами. Из Оренбурга к нам приехали, из других городов Башкортостана. В целом выступления. Выступили все по-разному. Кое-кто из ребят мог бы, я считаю, показать более высокие результаты. Но это громадный опыт для них. Из этого мы будем делать выводы, разговаривать с ребятами. Какие ошибки у них, кто хорошо отборолся, кто не очень. В этом и заключается работа спортсмена, тренера. Будем стремиться, конечно, повышать свое мастерство. В Омске прошел чемпионат и первенство России по кикбоксингу в разделе К1, в котором приняли участие более 400 файтеров. Кумиртау в составе сборной Республики Башкортостан представлял Роман Суняев. Успешно преодолев предварительные бои, Роман уступил в полуфинале по очкам спортсмену из Архангельской области и занял третье место, сообщил его тренер Тагир Шафиев. В Доме культуры «Рассвет» в зале тяжелой атлетики участники из разных городов Башкортостана поборолись за приз выдающегося русского атлета Сергея Елисеева. Кумиртау был выбран не зря, до проведения такого соревнования. В городе я в вашем не первый раз, и поэтому еще раз хочу отметить, ваш специализированный зал очень нравится не только мне, как судье, как тренеру, но и как спортсмену. Как раньше я тоже, когда занимался, выступал в этом зале, поэтому давние традиции связывают нас с вашим городом, с вашим залом. Кумиртау был выбран не зря для проведения такого соревнования. За кубок боролись женщины в весовых категориях от 48 килограммов до 75 и выше, а также мужчины в весовой категории от 56 до 105 килограммов и выше. Соревнования завершились с хорошим командным результатом для сборной города Кумиртау, занявшей третье призовое место. Даже не расстраивалось то, что я заняла второе. Есть к чему стремиться. Стремиться к высоким результатам, не расстраиваться из поражения, а наоборот радоваться и дальше тренироваться. Кроме того, были награждены тренеры команд, которые заняли первое, второе и третье места в общем зачете. В Салавате прошел открытый республиканский турнир по греко-римской борьбе среди юношей 14-15 лет. Он был посвящен памяти тренеров Федоренко и Сайфуддинова. В соревнованиях принимали участие борцы из Башкортостана, Татарстана и Челябинской области. Кумиртауцы Владислав Иванов, Александр Чагадаев и Егор Игнатов заняли первые места. Второе место занял Данис Кинзибаев, третьими стали Алексей Арнаутов, Роман Шарфудзинов и Расиль Калимулин. Кумиртау шестой раз принимал гостей и участников межрегионального турнира по карате Кумиртау Опен Регион 102. Ежегодно на него съезжаются сильнейшие спортсмены сборных команд из регионов России и ближнего зарубежья. В этом году турнир собрал 170 участников. Считаю, что соревнования удались. Удался праздник, потому что любое спортивное мероприятие, тем более соревнования, это праздник для спортсменов, для тренеров, для родителей. И повторюсь, я считаю, что удался праздник. Очень много спортсменов приехало из других регионов. Такие как Оренбург, Оренбургская область, Казахстан, Мелиус, Тиртамак, Уфа, Кумиртау. То есть это хороший результат. Хотел бы выразить слова благодарности и организаторам мероприятия. Турнир проходил в семи возрастных категориях. В личном зачете ката и кумите. В командном кумите. Возраст участников от 6 до 18 лет и старше. Я приехал сюда, чтобы побеждать. Мне очень понравилось. Было сложно? Ну, чуть-чуть, да, не половину. Мне очень понравилось. Я, наверное, еще сюда приеду. В личном первенстве у кумиртаусских каратистов 4 первых, 5 вторых, 12 третьих мест. В разделе ката 1 второе место, 2 третьих. В призах кумиртаусцы и в командном зачете почти во всех возрастных категориях. Третий год подряд Азак Искандаров завоевывает бронзовую медаль первенства России по национальной борьбе Куреш, которая проходила в Казани. Эта стабильность радует. Тренирует спортсмена Ахат Рафиков. Андрей Попов завоевал путевку на первенство России по тяжелоатлетике среди юношей 17 лет и моложе. Он стал первым в своей весовой категории на первенстве Башкортостана в Салавате. Тренирует Андрея Михаил Маркин. Финальное первенство России будет проходить в городе Старый Оскол с 18 по 23 апреля. Будем болеть. Желаем успеха. В Уфе на республиканском турнире по фитнес-аэробике звезды Башкортостана сборная Кумиртаусской спортивной школы завоевала первое место. Участниками были не только дети, но и их родители. На подобных соревнованиях сборная выступала впервые. В марте в столице нашей республики состоялся чемпионат и первенство по фитнес-аэробике. Группа XDA впервые за много лет отстаивала честь нашего города на этих соревнованиях. Итог. Первое место. Они смогли показать и доказать, что в Кумиртау есть опытный тренер и талантливые танцоры в направлении хип-хоп. О том, как это было и что за птица XDA, узнаете из интервью с наставником группы Региной Багаудиновой. Название появилось довольно-таки давно, еще до того момента, как я сама стала тренером, потому что раньше меня тренировала моя мама Багаудинова Ирина. И мы занимались таким видом спорта, как скиппинг. Это прыжки на скакалках, различная акробатика вместе со скакалками, составление программ. И нужно было срочно для какого-то фестиваля или конкурса, я уже честно даже не помню название, придумать название группы. И она говорит, давайте в срочном порядке, нужно что-то с экстримом связано. Ну мы давайте, окей, ладно. И назвали что-то High, Dry, Extreme. Прямо три слова через тире. А потом, когда уже я стала тренировать детей, мы перешли в разряд хип-хоп культуры. Я просто взяла первые три буквы, соединила их и получилась XDA. Группа официально, вот именно XDA, хип-хоп группа, существует уже почти пять лет. 22 сентября 2016 года нам будет ровно пять лет. Возраст участников у нас начинается от восьми лет и заканчивая вот моим возрастом, можно сказать, неограниченно. Самый старший, кто у меня с самого начала, ему... Ветеран. Да, можно сказать, да, ветеран нашей группы. Он сейчас уже становится тоже тренером, он также учится в педагогическом колледже. Он набирает, кстати, вот недавно у него прошел набор в его команду XDA. Это Игбаев Ильдар, ему 19 лет. И также, помимо этого, в основном составе еще очень-очень много детей. Где-то у нас примерно там 17 человек выходит, которые уже занимаются не первый и даже не второй год. Там и девчонки, и мальчишки, бывают даже их родители. Вот. Как бы содействуем всей семьей. Основное направление, которое мы танцуем вместе с группой, это хип-хоп. Там уже как бы хип-хоп-культура, она подразделяется в ней много видов. Это и диджейинг, это и музыка, это и граффити, и танцы, и эмси. То есть там очень много направлений. Мы взяли вот одно, как бы, да, взяли чисто танцы, но в то же время мы и воплощаем. Вот, допустим, в своих костюмах мы используем, да, хип-хоп-культуру. Музыка у нас определена, да, это из хип-хоп-культуры, и все только связано с хип-хопом. Стили танцуем абсолютно разные. Вообще, как бы, в этой индустрии где-то порядка 20-25 стилей. Есть еще куча-куча всяких направлений, то есть это более мелкие такие подвиды. Но мы стараемся использовать основную, как говорится, как фундамент дома. Вот мы закладываем детей в фундамент. И после этого они уже начинают сами фристайлить, да, сами соображать, какое движение надо с каким соединить, чтобы получилась крутая связка, чтобы, допустим, на баттлах где-нибудь, на чемпионатах поразить соперника и автоматически выиграть. Расскажи про чемпионаты по фитнес-аэробике. Ну, в принципе, чемпионат прошел очень круто. Все так быстро, слаженно. Спасибо нашему президенту, могу сказать, Галина Летине Емельянова. Она всегда нас держит в такой команде, как бы в тонусе, что девочки бегом-бегом, все сделали так, отсудили так, молодцы, дети молодцы, круто, все, давайте домой. Вот, ну, в номинации юниоры, то есть у нас три номинации возрастные, это кадеты 11-13 лет, юниоры 14-16 и взрослые от 17 и старше. Получается, я вывозила не только хип-хоп, но и фитнес-аэробику, команду фэнтези и дремтим. Они также взяли первые места в своих категориях, это аэробика и степ-аэробика. И плюс еще вот хип-хоп. Дети некоторые выезжали первый раз, вообще, они никогда не видели, что такое соревнование по фитнес-аэробике, что это вообще может быть. Тоже взяли, там, получается, первое место. И вот Мега Крю, моя команда, основной состав. Мы взяли тоже первое место, как бы должны были ехать на Приворский федеральный округ, но так как там очень близко находились даты проведения соревнований, мы просто чисто физически не успели подготовить документы. Пропустили, да? Да, и пропустили. Но сейчас на данный момент готовимся к городским соревнованиям, и вот в мае тоже будет проходить Башкирия за здоровый образ жизни. А вообще, какой вкус победы? Ну, если честно, на этих соревнованиях, вот, я знала примерно, какие команды мои займут первые места, потому что, ну, не было конкуренции, либо она была, но я знала. А, то есть сюрпризов не было, да? Ну, в принципе, да, 50 на 50. Последний сюрприз, это когда мы выступали вот в номинации Мега Крю, XDA, с новой программой, которую, в принципе, ее еще толком никто не видел в Башкирии. Мы станцевали ее один раз в городе, и больше, как бы, не прогоняли нигде. Мы боялись, что будет равна по баллам вместе с Мега Крю город Уфа, Манки Шоу Дэнс. Я сидела в судействе, как бы, я тоже судила своих, я судила город Уфу, боялась очень, что вообще, да как произойдет, переживала то, что если займу второе место, будет очень, как бы, ну, печально. В итоге получилось так, что на награждении, на параде награждения, как бы, я не видела бланки, по которым объявляли, то есть где стоят оценки, где уже стоят места. И в итоге, как бы, главный тренер, то есть она является вице-президентом хип-хопа в Башкирии, Таня Кубку, она вот тренер Манки Шоу Дэнс. И она объявляет, значит, второе место, номинация Мега Крю, город Уфа, Манки Шоу Дэнс. И, ну, если честно, у меня там слезы полились, как и у моих детей, у нас просто вот как по щелчку какую-то кнопку нажали, и все дети взорвались, там, криков, оров было, радости, ну, слезы радости, разумеется. Я знаю, что готовите концерт отчетный. Да, в апреле, точнее, 17 апреля у нас будет проходить отчетный концерт нашей группы, то есть там все составы, начиная от самых маленьких и заканчивают старшими. Плюс очень много гостей, команда КВН, то есть мои друзья. Не раскрывай все секреты, заинтригуй. Я примерно говорю, я не буду называть название команд, я не буду говорить, кто именно. То есть, ну, гостей много, концерт обещает быть очень позитивным, таким крутым, чтобы было много-много эмоций, потому что в том году мы организовали его на скорую руку, быстрей-быстрей. Ну, первый, блин, как всегда, комом, да. Да, а в этом году уже, то есть времени побольше, возможностей больше, и, разумеется, с поддержкой родителей, я надеюсь, нам все удастся. Ну что ж, кто желает прочувствовать на себе вот эту культуру хип-хоппинга, которую предоставляет группа XDA? И вы можете, да, смело уже готовиться к посещению концерта, отчетного концерта группы XDA в рассвете. Yo, B, they ready. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Расплакаться от счастья, быть в тонусе, приобщиться к хип-хоп-культуре. Все это возможно с группы XDA. Присоединяйся. Напомним, отчетный концерт может посмотреть каждый желающий. Он пройдет 17 апреля в Доме культуры «Рассвет». Дзюдо для Кумертау – это не просто красивое японское слово. В свое время для многих горожан эта разновидность борьбы стала образом жизни. Даже сейчас, несмотря на то, что в арсенале дополнительного образования имеется целый ряд единоборств, дзюдо по-прежнему удерживает одну из лидирующих позиций. Наш корреспондент Гульнас Филатова посетила одну из тренировок. В Кумертау большое внимание уделяется дополнительному образованию. Успешно развивается и по-прежнему остается популярным такой вид боевого искусства, как дзюдо. В детской и юношеской спортивной школе вот уже более 40 лет тренирует детей заслуженный тренер России по дзюдо, мастер спорта СССР Анатолий Шрамков. Это самая младшая группа, где занимаются в основном новички, которые есть в этой группе дети с детских садов. Это благодаря именно родителям, которые на самом деле находят в себе возможности и силы забирать детей из детского сада и приводить на тренировочные занятия. Анатолий Шрамков тренирует вот уже несколько поколений детей. Гульшат Якубова приводила когда-то сюда свою дочь, а теперь уже внука. Узнал? Найди маму. Вообще у меня дочка начала заниматься, ей было 9 лет, она с 89-го года рождения. Мы пришли на Анатолию Сергеевичу и начали заниматься. Здесь она стала кандидатом в мастера спорта, а в Уфе уже мастером спорта. Не только бабушки, но и папы дзюдоистов присутствовали на тренировках. О том, как проходили первые занятия у сына, рассказал Сергей Шевцов. В начале, тут как такие правила, 3 месяца ребенок должен как бы пройти вот этот курс молодого бойца, или как он там называется, я не знаю. В общем-то, кто-то выдерживает, кто-то не выдерживает, кто-то сразу. Ну, мы как бы так вот выстыли. Ребенок с интересом ходит, тренируется, даже дома пытается что-то повторять. Как заинтересовать ребенка и привить ему любовь к спорту, мы узнали у тренера. В этих группах мы в основном даем направление и игровой метод. Потому что в игровом методе, во-первых, детям это очень нравится. В играх можно много преследовать разных целей. И ребенок, на самом деле, во-первых, ему интересно, во-вторых, он получает физическую нагрузку. На вопросы о пользе тренировок и о своих спортивных мечтах ученики отвечали коротко и ясно, как настоящие спортсмены. В дидо можно получать опыт, участвовать на соревнованиях. Я участвовал в новогодних соревнованиях и дать третье место. Друзей я стал сильнее всех. Лучших во всем. Опытнее. И умнее. Ну, хочу стать сильным. Силачем. Залогом успеха для будущих чемпионов является не только физическая подготовка, но и психологический настрой. Хватает, а вы раз уже вывернулись. И вот так приобретается опыт. Своими достижениями и планами на будущее с нами поделились юные дзюдоистки. Бабуля захотела, чтобы мы смогли за себя постоять. Да. Да. Граждана стала немножко строгая. Строгая стала она. А я сильнее стала. Я стала сильнее. За себя поставить сумела. Ну, и за сестру тоже. Я хочу тоже стать дзюдоисткой и потом тренером. Ну, и я тоже хочу стать тренером в дзюдо. А чем это? Получать грамоты и медали. От этого спорта можно худеть, набирать интерес к этому виду. В стране становишься, как бы вес сгоняешь. Хочу стать тренером, тренировать и стать мастером спорта в дзюдо. Для того, чтобы добиться высоких результатов, ребята с юного возраста начинают участвовать в соревнованиях. Первое время волнения были, не только у ребенка, но и у меня тоже сильные. Потому что как-то первый раз все это. А потом постепенно все это привыкли. А ребенку самому теперь интересно. Как бы на соревнованиях поучаствовать. И посмотреть на других, как они волнуются перед соревнованиями. Пережить этот страх свой. И в итоге победить самого себя. Стою на снегу, в ботинке обутой палки в руках, а лыжи отсутствуют. Наверняка многие из вас, особенно по утрам, наблюдали такую картину. Люди, в основном пожилого возраста, движутся в направлении леса, помогая себе инструментом, сильно похожим на лыжные палки. Это занятие по-научному называется «Скандинавская ходьба». Выяснить, почему некоторые традиционным пешим прогулкам предпочитают этот вид физической активности, мы отправились на лыжный стадион. А в помощники позвали инструктора Владимира Казакова. Ходьба полезна, но скандинавская ходьба полезна вдвойне. Достаточно взять в руки палки, и вы заставите работать мышцы ног, ягодиц, а также плеч, рук и пресса. Ну, если вы, конечно, владеете техникой. Этот вид фитнеса стал популярен во всем мире относительно недавно, с конца 90-х годов прошлого века. Он хорош тем, что им могут заниматься люди любого возраста. Его называют по-разному. Скандинавская ходьба, нордическая, финская, шведская или норвежская. Есть разные версии насчет того, кто ее придумал. То ли инструктор по лыжам, которому не хватило денег на лыжи, то ли фитнес-тренер, который подглядывал за лыжниками. Некоторые спортсмены, когда нет снега, занимаются имитацией. Ходят и прыгают с лыжными палками, но без лыж. В свое время кому-то в голову пришло, что такую имитацию можно обособить в отдельный вид фитнеса, исключив лыжную составляющую. От обычной ходьбы отличие в том, что задействованы практически все группы мышц организма. То есть это и руки, и тазобедренный сустав, и мышцы ног, и все, что в организме нас поддерживает, мышечный корсет, все это задействовано в скандинавской ходьбе. Ходить таким способом особенно рекомендуется большим людям с размером X-size. Дело в том, что палки снимают часть нагрузки с ног, а заодно помогают сжечь больше калорий. Скандинавская ходьба – это типичная аэробика, то есть длительная равномерная нагрузка невысокой интенсивности. За счет этого она снижает жировую массу, укрепляет сердце, сосуды и легкие, нормализует кровяное давление, снижает уровень холестерина и делает кости более прочными. Для тех, кто хочет похудеть, преимущество очевидно в том, что при скандинавской ходьбе больше калорий сжигается, энергии больше сжигается. В два раза практически. По сравнению с велосипедом, это по сравнению с бегом, я говорил, по сравнению с велосипедом где-то в полтора раза больше. И противопоказаний намного меньше, чем в тех же лыжах и беге. Палки для скандинавской ходьбы – две дополнительные точки опоры. Они делают занятия безопаснее. Важный момент – палки должны быть короче, чем лыжные. Палки для скандинавской ходьбы, они отличаются, сильно отличаются от обычных палок лыжных. Во-первых, отличаются тем, что они, как правило, алюминиевые. Хотя и лыжные палки алюминиевые бывают. Другое отличие тем, что они телескопические, как в основном удочки. Что это значит? Вот они раздвижены. Вот они, да, вот так вот откручиваются. Выбирается высота нужная, палок. Закручивается обратно. И вот она, палка. Вот как рассчитать длину. Ваш рост в сантиметрах умножить на 0,68 плюс-минус 5 сантиметров. Чем выше палки, тем большая часть нагрузки переносится с ног на плечи и руки. Держать их нужно строго определенным хватом. Вот это называется темляк. Вот это сам ремешок, это темляк называется. Тоже положено правильно надевать, для того, чтобы нагрузка не создавалась. Вот так вот, как ходят бабушки, как правило. Это неправильно вот так вот брать. Правильно? Это совсем неправильно. Надо снизу, снизу продеваем руку вместе с пальцем. И обхватываем вот так. Вот. Вот это вот правильно. Вот так. Правильно одеты. При ходьбе шаг происходит на пятку. Плавно перекатываемся на носок. И вот палка, вот она. Рука отпускается, палка висит на темляке практически. Вот. Смотрим вперед и горбатимся. Вот. Счастливая улыбка. И все. И вот так вот. Да, вот, вот, вот. Все. Казалось бы, все так просто. Но если учитывать все особенности, то есть некоторые сложности. Но, думаю, с ними можно справиться. Ведь не один раз мы это будем делать, а несколько. Повторяй, анимать учения. И тогда придем к идеальной ходьбе. Делаем вывод. Ходьба с лыжными палками – это отличный фитнес для любого времени года. Минимум экипировки, максимум простора и всегда свежий воздух. Это была «Территория спорта». Архив программы в сообществе «Арис Телевидение Кумертау». Ссылка на экране. Занимайтесь спортом и не болейте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова